Ирак впервые за четыре десятилетия принимает Кубок наций Персидского залива по футболу. Матчи проходят в Басре. Турнир привлёк более 30 тысяч иностранных болельщиков. Некоторые приезжают впервые. Ирак долго считался местом политической нестабильности. А из-за войны в Персидском заливе его исключили из соревнований, и он не участвовал в турнире с 1991 по 2003 годы. «Я ездил в Европу и США, в некоторые арабские страны. Но в Ирак… Ирак – это цивилизация, история, прекрасные творения, воспоминания о Месопотамии. Но для поездки было препятствие». Сейчас туристы видят, что Ирак меняется в лучшую сторону. В Басре стало спокойнее. «Нужно, чтобы нас узнали в Персидском заливе и в мире, чтобы увидели, какая Басра. Раньше она считалась опасной. Здесь воровали, и туристы не приезжали. Но сейчас они вернулись и увидели, как всё изменилось». Болельщики не только ходят на матчи, но и посещают музеи, кафе, а также магазины, где продают сладости на основе фиников, которыми славится Басра. «Истину не скроешь. Ирак возвращается в прежнее состояние. И мы рады этому. Возможно, Басре ещё нужно немного поработать над улучшением. Но мы, туристы, довольны». Проведение турнира принесло хорошие доходы и отелям. Гости снимают номера на две недели и дольше. Такого здесь не видели давно. «Мы были готовы. И мы будем по-прежнему готовы хорошо принимать гостей в будущем». Это 25-й Кубок наций Персидского залива. Его проводят с 1970 года. Соревнования организуют раз в два года. Сейчас в турнире участвуют восемь команд. Он продлится до 19 января. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.